Всем привет дорогие друзья, с вами Ермоленко9 и сегодня у нас 13 выпуск карьеры в игре F1 2017 за американскую команду Haas. Сегодня у нас гран-при Италии на легендарной трассе скорости Монса. Перед свободными заездами я поставил старую силовую установку, а также заранее взял себе пятые элементы нового силового агрегата. В Монсе достаточно широкая трасса, есть прямые для обхонов, так что именно здесь лучше отбыть штраф, а не на этапах, которые нас ждут еще впереди. Итак, у нас первая тренировка и у нас ливень. Вот так нас встречает Италия. Я попробовал пройти задачу освоения трассы и как видите с первого круга эта задача мне не покорилась. Но зато со второго круга мы выполнили цель и заработали максимум ресурсов за эту задачу. Хоть и слегка запороли параболику, ведь настройки были для сухой трассы, а у нас как видите дождик. Переходим ко второй тренировке и у нас задача контроля резины на шинах софт. Как оказалось, старая силовая установка на такой скоростной трассе не способна ехать нормально и я терял не то что в поворотах, но и на прямых. Причем прилично. Ехал примерно как заубер в нынешнем сезоне. Да и плюс задача была не выполнена еще потому, что я чуть перестарался на выходе из правого второго поворота и меня снесло с трассы и я разбил переднее антикрыло. Я заехал после этого в бокс и попробовал менять различные настройки на скорость, чтобы добавить как-то и нивелировать эту неспособность силовой установки, но у меня ничего не получалось. Так что пришлось ставить уже новую силовую установку, которую мы будем использовать в дальнейшем и на ней уже проходить дальнейшие задачи. Ну а вторую тренировку мы получается просрали. Переходим в третью сессию свободных заездов и у нас вновь контроль резины, но уже на этот раз на более мягком комплекте шин супер софт. Как видим даже на прямой я уже отыгрываю время и это не может не радовать. По износу то он был чуточку в первой шикане, ну и во второй немножко. Ну и конечно же в параболике. В остальном все ушло прекрасно и у нас максимальная оценка за эту задачу. Следующая наша задача квалификационный темп на тех же шинах супер софт. Не очень я прошел две первые шиканы, да и вообще во втором секторе были ошибки в двух правых виражах. Но даже с этим все прошло нормально, потому что в параболике мне удалось отыграть больше четырех десятых. И в итоге у меня получился результат на девятое место. И этим была полностью довольна моя команда, так что мы получаем максимальное количество ресурсов. Дальше у нас идет экономия топлива и как обычно эконом из меня получился просто никакущий, просто ноль. Задача для меня просто невыполнима на максимальную оценку, так что довольствуемся средними результатами, да и еще используем бах, чтобы пройти эту задачу хотя бы на зеленую оценку и получить среднее количество ресурсов. Последняя наша задача на свободные заезды в Италии это стратегия на гонку на тех же шинах супер софт. Мне понадобилось всего лишь три круга, чтобы добиться максимального результата, то есть оптимальный износ и темп. Так что мы зарабатываем максимальное количество очков. Но если говорить по кругам по дельте, то было примерно около четырех десятых запасов на каждом круге. Так что в принципе это примерно, ну где-то около десятой позиции, может чуть-чуть дальше. Посмотрим как будет в гонке и еще один такой минус я заметил, но исправить я его к сожалению не смог. Чтобы получить максимальное количество ресурсов за цели команды, мне нужно было проехать стратегию на гонку, то есть эту задачу на двух разных комплектах. Но этого сделать я не смог из-за пропуска второй тренировки из-за того, что мы переустанавливали нашу силовую установку. У меня забрали комплекты шин и я не смог выбрать другой комплект, разве что пошел бы дождь и тогда я выполнил. А так у меня не осталось лишних комплектов для сухой трассы. Так что собрали мы к сожалению не максимум ресурсов. После завершения тренировки мне дали ачивку второго левела в прогрессе специализации за 50 успешных тренировок. И это не может не радовать, ведь это дает бонус к прокачке нашего болида. После этого к нам подходит наш менеджер Эмма Дженкинс в фатдеке и представляет нам нового соперника в пелетоне, которым становится немецкий пилот, победитель 24 часов Лимана Нико Хюлькинберг. И вот собственно его данные, сокращенное имя Хал, команда Рено Спортс Формула Ван Тим, турнирной таблице Кубки Конструкторов его команда находится на 8 строчке, место в личном зачете 14, ну и за 12 этапов он набрал 17 очков. Посмотрим как будет с ним борьба, ведь Даниила Квята мы прошли без проблем. Далее у нас цели на квалификацию, занять 14 место или выше и опередить нашего нового соперника по пелетону Нико Хюлькинберга. Ну и моя цель опередить моего партнера по команде Магнусона. В первом сегменте квалификации мне удалось показать 11 время и пробиться во второй сегмент, где из-за штрафа я выбрал более жесткий состав Шин Софт. И даже с этим комплектом я смог пробиться в топ 10, показав седьмой результат. Магнусен был 15, а Хюлькинберг 11, так что задачи на квалификацию полностью выполнены. В финале был снова Суперсофт и восьмая позиция, ну а каким я буду на стартовой решетке уже узнаем позже. На гонку были следующие задачи, занять 12 место или выше, опередить Магнусена и Хюлькинберга и в личном зачете быть выше 15 позиции. Также перед следующим гран-при мы зашли в наше дерево исследований болида и подали запрос на разработку передней аэродинамики, а точнее закрылков переднего антикрыла за 1000 ресурсов. Надеюсь придет без фейлов, как это уже было не один раз в нынешнем сезоне. Вот мы и на стартовой прямой легендарной трассе Монци, дома Скудери и Феррари. Странненькие девочки, красивенькие, держат итальянский флаг, не то что в Бельгии на первом ряду у Ботаса. Ну и напоминают нам ситуацию в личном зачете и кубке конструкторов, где к радости Тифози лидируют одни Феррари. А вот и стартовая решетка гран-при Италии. На поле у нас Вальтери Ботас с минимальным отрывом от Льюиса Хэмилтона, своего же партнера по команде. На втором ряду две Феррари, Кимми Райканен и Феттель. Дальше две Форс Индии, Перес и Акон, дальше два Рэдбула, Ферстаппен и Рикерда, Масса и Хюлькенберг, Стролл и Алонса, Данил Пятый и Магнусен, Сайнц и Палмерс, Тофел Ван Дорн и Маркус Эриксон. И замкают нашу стартовую решетку, Паскаль Верляйн на Заубере и я, оштрафованный там на больше чем 20 позиций. Переходим к нашей стратегии и как видим прогноз на гонку вполне нормальный, без осадков и у нас стратегия с единственным пидстопом. Мы переходим с авта на медиум, на самый жесткий комплект для этой трассы, плюс я чуть-чуть добавил топлива, чтобы включать обогащенную смесь на прямых. Гаснут огни гран-при Италии, неплохо срываемся мы с места и по правой стороне проходим Маркуса Эриксона на Заубере, который чуточку засрал старт и пропустил даже своего партнера по команде. Дальше по той же стороне проходим целую группу гонщиков и вместе с Даниилем Рикьярда проходим первую шикану. Казалось бы мы прошли и Рикьярда, но он был быстрее на выходе, а позади был мой партнер по команде Кевин Магнусен. У нас 14 позиция, гонимся мы за Рикьярда и ныряем во вторую шикану с левой стороны и проходим австралийца и казалось бы Палмера, но британец пытается контратаковать на выходе, но у него ничего не получается. Плюс жестковатый обгон Лэнса Строла, как и в Бельгии, но в этот раз все обошлось без контактов и мы успешно вырываемся на 10 позицию. На втором круге меня чуть-чуть снесло на выходе из второго правого поворота и я чуть не разбил болид и этим же тут же воспользовался Джолиан Палмер на Рено, который подобрал мой слепстрим и у него был лучший выход и он поронялся со мной на прямой. Дальше я его чуть-чуть пустил без борьбы, потому что впереди были две длинных прямых, в которых я мог отыграться. В принципе так и произошло. Уже на стартовой прямой я вернул себе позицию, успешно использовал слепстрим и спокойно обойдя британского гонщика. На четвертом круге я догнал впереди идущую компанию пилотов, которую замыкал Филиппе Массона в Вильямсе. Прошел я бразильца на торможении перед второй шикане и нырнул с контактом под нашего соперника Нико Хюлькинберга, который на выходе начал вилять как идиот и сломал мне закрылок переднего антикрыла. Тут же этим воспользовался Филиппе Масса и опередил меня перед вторым правым поворотом. На том же круге Нико Хюлькинберг ошибся на входе в параболику и я чуть-чуть не протаранил Филиппе Массу, но все прошло успешно и я прошел обоих гонщиков и вырвался на восьмую позицию. На седьмом круге ко мне подобрался Даниэль Кярда на Рэдбуле и он пошел в атаку перед скоростной связкой в третьем секторе. Я пытался с ним пройти ее наравне, но у него была лучшая траектория и он оказался впереди. Но уже на этой же прямой после этой связки я подобрался от него Слипстрим и мы с ним поравнялись на входе в параболику, которую вместе прошли бок о бок. На стартовой прямой у меня уже открылось заднее антикрыло, а у австралийца этого права уже не было, поэтому мы спокойно вернули себе позицию и остались на восьмой строчке. Тут же, после выхода из первой шиканы, на трассе начали в первом секторе мягать желтые флаги вовсю и это означало, что у кого-то проблемы или кого-то развернуло. Впрочем, так и вышло. С дистанции сошел Джолион Палмер на Рено. Как видим, Джолион спокойно выходит из первой шиканы и едет в довольно-таки неплохом темпе и просто останавливает свой болид перед второй шиканой. Наверняка какая-то поломка двигателя или других элементов болида, но об этом мы уже никогда не узнаем. На девятом круге, в конце длинной прямой СДРС, ко мне подобрался мой партнер по команде Кевин Магнусен, который был на медиуме. Я ошибся на входе в скоростную связку, потерял на этом время, но все-таки сохранил свою позицию. А вот мой напарник по команде проиграл это сражение и не только меня не прошел, но еще и отдал свою позицию Даниэлю Юкьярда на Редбуле. На одиннадцатом круге был мой первый запланированный пидстоп и я даже чуть-чуть сместился в правую сторону параболики, чтобы пропустить позади идущего Кевина Магнусена, который оборонялся от атаки Себастьяна Фетеля. Как у них закончилась борьба я не знаю, ну а я заехал на пидстоп, который был очень-очень длинным. А все потому, что у меня повреждено переднее антикрыло и мне его поменяли. Поставили мне новый комплект медиума и выехал я аж на пятнадцатой позиции позади Даниэль Юкьярда и впереди Фернандо Алонсо на Макларене. И буквально тут же ошибся в первой шикане на торможении из-за непрогретого состава шин. На следующем круге передо мной из бокса выехал Стофель Вандор на Макларене, а я снова перетормозил в первом повороте и допустил ошибку, что не позволило мне быстро догнать бельгийца. Но уже через два круга я его догнал в конце, вернее в начале параболики и затем с помощью слипстрима и большей максималки и открытого крыла я спокойно прошел бельгийца и вырвался на четырнадцатую позицию. Ну а Вандор, наверное, тем временем кричал как Алонсо в Японии. GP2, GP2. За четыре круга до финиша, в конце прямой с ДРС во втором секторе, меня пытался пройти Филипп и Масса на Вильямсе, но я удержал свою одиннадцатую позицию. Спустя еще пару кругов он вновь попытался атаковать меня в том же повороте, но снова результат один и тот же. Еще один круг спустя и опять все тот же Масса и опять все тот же результат. Но на последнем круге у него был последний шанс меня опередить, но до этого его в первом повороте уже успешно прошел Карло Сайнс, который обеспечил мне спокойное завершение гонки. Как итог, мы финишируем на одиннадцатом месте, буквально в одном шаге от очков на Гран-при Италии. Но гонку у нас выиграл гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон. Ну и вместе с ним на подиум поднялись два гонщика Скудри и Феррари Киммер Айканен и Себастьян Фетель. Боттос снова не смог сохранить свое преимущество, стартовав с пол позиции и он всего лишь четвертый. На ваших экранах результаты Гран-при Италии 13-го этапа Формулы 1. Первую четверочку мы озвучили, ну а дальше у нас Серхио Перес, Ферстаппин, Акон, Рик Ярда. Ну и на девятом месте мой партнер по команде Кевин Магнусен, который приносит команде два очка, стартовав с 14-го места. Десятку замкнул Даниил Квят на Торо Росо. Мы на одиннадцатой строчке, стартовав с двадцатыми. Двенадцатый Сайнс, который получает 5 секунд штрафа, но при этом не пропускает вперед Филиппе Массу. Стофель Ван Дорн и Алонсо на 14-й и 15-й позиции. В круге у нас Хюлькинберг, Стролл и Верляйн, а также Эриксон. Единственный сошедший Палмер. В личном зачете у нас лидирует Себастьян Фетель с преимуществом 32 очка над Кимми Райканеном. Тройку лучших замыкает Льюис Хэмилтон. Мы на седьмой позиции и нас проходит Ферстаппен. Магнусен одиннадцатый. В Кубке Конструкторов лидирует Скудрия Феррари с отрывом 75 баллов над Мерседесом. Третья Быки, четвертая Форс Индия, которая обошла нас после этого этапа. И мы скатываемся на пятую позицию. Заубер по-прежнему единственная команда без набранных очков. После гонки нам, как обычно, дали ресурсы на модернизацию нашего Болида. И показали соперничество с нашим новым соперником по Пелетону Нико Хюлькенбергом. Который надломал мне крыло на этом этапе. И в итоге оказался в задней части Пелетона. Счет 6-2 в мою пользу. Вот так вот. В интересах пока что все нормально по статусу. И вырос интерес у Вильямса и Рено. Ну и чуть-чуть понизился у Форс Индии. Непонятно почему. В общем, как эта система не работает, до сих пор непонятно. Ну и пусть будет то, что будет. Я думал, на этом будет все. А вот и нет. Нам после Гран-при Италии предложили на выбор одно из двух классических испытаний. В Японии или Бахрейне. И я выбрал укороченную Сузуку, так как Бахрейн я ненавижу. В итоге переезжаем мы в Японии. И вот, собственно, наше испытание. Итак, цель заезда. Побавитесь за первое место в своем классе в этой классической мультиклассовой гонке. Болид Феррари F2002 2002 года. Трасса Сузука Интернешнл Рейсин Сёрс. Укороченная версия. Протяженность гонки 5 кругов. Так как я укороченную версию трассы этой не знаю, я включил себе траекторию. И, собственно, мы поехали под музычку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...